Привет, друзья! Вы на канале IT-Муравейник, и с вами Александр Артеменко. На этом канале я много рассказываю про Common Lisp и инструменты для работы с ним. Сегодня мы посмотрим на такие штуки, как линтеры. Линтеры для Common Lisp. Все инструменты, о которых пойдет речь, вы найдете внизу в описании. Не забывайте туда заглядывать. Для того, чтобы делать код хорошего качества, необходимо следить за правильными конструкциями, а также за некоторыми другими его аспектами. Например, лишние импорты могут приводить к тому, что ваша библиотека будет тащить за собой зависимости, которые уже не нужны. Или можно использовать конструкции языка каким-то неправильным способом. За этим тоже могут следить линтеры. И вот оказывается, для Common Lisp есть пара линтеров, о которых я хочу сегодня рассказать. Первый из таких линтеров это SB-Lint. Принцип его работы очень простой. Он запускает компиляцию с максимальным уровнем ворнингов в SBCL, собирает эти ворнинги и определенным образом их показывает. Вокруг SB-Lint я сделал отдельный враппер, который делает более удобным запуск этого линтера. Например, его очень удобно запускать из командной строки, что очень удобно встраивается в разного рода CI-пайплайны. Кроме того, в этом враппере я добавил дополнительные линтинги для импортов внутри пакетов. Что особенно полезно, если вы используете Package-Inferred ASDF-System. Я про него рассказывал в одном из предыдущих роликов. Вот на него ссылка. Второй линтер, о котором я хочу сегодня рассказать, это LispCritic. Он включает в себя кучу разных правил, по которым проверяет качество вашего лисп-кода и дает советы по его улучшению. Для этого линтера я тоже сделал враппер, который позволяет запускать его с командной строки. Сейчас я покажу, как установить эти линтеры, а дальше я покажу на одном из своих проектов, как они работают. Все врапперы устанавливаются с помощью Roswell. Смотрите на него ссылку здесь, а также в описании. Для начала нам нужно в Roswell добавить дистрибутив UltraLisp. По умолчанию его там нет. Если мы сделаем Ros, Run, а дальше посмотрим, что выведет QLDist, AllDists, то тут будет только QuickLisp. Чтобы добавить UltraLisp, нам нужно выполнить такую команду. Теперь в QuickLisp есть дистрибутив UltraLisp, и можно ставить наши линтеры. Сначала я установлю LispCritic. Розвелл написал мне, куда он установил утилиту. Теперь она должна быть доступна из командной строки. Теперь установим линтер. И он тоже доступен из командной строки, как в отеанс линтер. Что ж, настало время попробовать оба инструмента на моей библиотеке CL Telegram Bot. Сначала я запущу линтер в режиме, когда он проверяет только различного рода ворнинге. Чтобы нашел локальную библиотеку, я передаю в переменное окружение SourceRegistry путь к текущей директории. Дальше запускаю линтер и говорю ему имя SDF-системы, которую нужно проверить. Линтер выдал два предупреждения о том, что в файле SRC Network на строке 20 и 23 есть какие-то проблемы. Первая проблема связана с тем, что переменная стримб определена, но не используется. А вторая проблема связана с тем, что используется какая-то неопределенная, не указанная ранее переменная. Кстати, мой врапер выдает количество ошибок в качестве кода выхода. В Unix-системах код выхода утилиты считается успешным, если утилита возвращает ноль. Но в данном случае она вернула нам два. И это признак ошибки. Это свойство врапера позволяет встраивать его в CI-пайплайны. Когда ошибок нет, утилита отрабатывает успешно, а если есть какие-то предупреждения, то CI-пайплайн падает, и вы понимаете, что, например, pull request нужно исправлять. О том, как встроить линтеры в ваш CI-пайплайн, я расскажу чуть позже. А пока давайте исправим эти два предупреждения. У нас была 20-я строка. Идем. Это функция makeRequest. И она действительно принимает аргумент stream, который нигде не используется. Что ж, нужно его задекларировать, чтобы он игнорировался. Кроме того, чуть ниже у нас используется переменная option, на которую жаловался линтер. А такой переменной нет в этой функции. На самом деле аргумент называется options. Значит, в этом месте нам тоже нужно исправить опечатку. Сохраняем. И снова запускаем линтер. На этот раз он не нашел никаких проблем. Написал, что все ок. И в качестве кода выхода вернул ноль. Теперь давайте проверим, все ли в порядке с импортами в этой библиотеке. Для этого я запущу линтер с ключом imports. В этом режиме он также проверяет наличие неиспользуемых импортов, или наоборот, импортов, которых не хватает. На этот раз линтер выдал довольно много предупреждений, и они тоже все посчитаны. Если мы посмотрим на код выхода, то там будет 22. 22 ворнинга. Исправлять их все я сейчас не буду, но покажу смысл этих ворнингов на примере. Например, в файле network.lisp линтер жалуется, что не хватает импортов, которые бы импортировали из библиотеки Александрия в библиотеку remove from plist, а также из библиотеки Dexador – Dexador post. И еще он жалуется на библиотеку Jonathan, которую я использую для парсинга JSON. Давайте исправим пару ворнингов про Александрию и Dexador. Я открою файл src.network.lisp и добавлю туда эти недостающие импорты. Напишем здесь import from Александрия. Таким образом, Package Inferred SDF System будет знать, что этот файл зависит от двух систем – Александрия и Dexador. Именно в этом суть линтера. Он должен подсказывать, что есть какие-то зависимости, которые не прописаны явно. Если их не прописать, то в некоторых случаях SDF может ломаться, и ваш файл не будет скомпилирован правильно. Что ж, запустим линтер заново. Теперь на файл network линтер жалуется только на оставшиеся проблемы с Jonathan. Остальные ошибки исправлять пока не буду. Давайте лучше посмотрим на то, как работает LispCritic. Запускается LispCritic похожим образом. Я тоже ему передаю имя SDF системы, которую нужно проверить. Программа пишет нам, что нашла 12 проблем. И точно так же, как первый линтер, она выводит количество проблем в качестве кода выхода. Поэтому этот врапер тоже можно использовать внутри CI-пайплайна. Посмотрим на ворнинги, которые выдала нам утилита. Например, в файле src-core.lisp линтер жалуется на то, что функция startProcessing слишком длинная. Он так и пишет здесь. Определение функции слишком длинное. И также в этом описании видно код проблемы. FunctionTooLong. Вот эти коды в квадратных скобках можно использовать для того, чтобы заглушить какие-то ворнинги. К примеру, если нам окей, что функции могут быть такие длинные, то можно заставить линтер просто игнорировать эти ошибки. Указывается это из командной строки так. Нужно добавить ключ ignore. И в нем перечислить через запятую коды всех проблем, которые нужно игнорировать. Теперь линтер находит всего 7 проблем. То есть из 22 проблем 15 было связано с тем, что функции слишком длинные в этой библиотеке. Теперь посмотрим на то, что еще предлагает нам исправить LispCritic. В данном случае он жалуется на функцию getUpdates и говорит «Не используйте функцию плюс, чтобы добавить единичку. Используйте функцию 1+. И действительно, если мы взглянем на тело функции, то увидим, что здесь есть вот такая форма. И линтер предлагает ее заменить на вызов функции с одним параметром. Еще чуть выше линтер жалуется на то, что функция append используется не очень эффективно. А вот здесь, например, линтер жалуется на то, что мы используем функцию length с аргументом типа список. И мол, это не очень эффективно. Действительно, в Александрии есть функция, которая может проверять длину списка на равенство более эффективно. Вот эта функция. По-хорошему, надо бы пройтись по всем этим ворнингам и поправить их. Но сейчас тоже не будем тратить на это времени, а лучше посмотрим, как встроить все эти чудесные линтеры в ваш CI-пайплайн. Все мои библиотеки хостятся на GitHub, а у GitHub есть такая штука, как GitHub Actions. Это сервис, в котором можно запускать тесты, сборку документации и разные другие задачи, в частности, линтеры. И еще эти GitHub Actions проинтегрированы в системы пул реквестов. То есть можно сделать так, чтобы когда к вам в проект создадут пул реквест, запустились какие-то тесты и прошли определенные проверки. И вот линтеры как раз полезно запускать на каждый пул реквест. К сожалению, для конфигурации GitHub Actions надо писать длинные YAML конфиги. А я ненавижу YAML. Зато я люблю Common Lisp. Поэтому я сделал специальный Domain Specific Language на Common Lisp, который позволяет кратко описывать CI-пайплайны и запускать их на GitHub Actions. Делается это с помощью такой библиотечки, как 40AnsCI. Я не буду сейчас подробно рассказывать про то, как она работает, но покажу правила, которые позволяют запускать линтеры на пул реквестах. Внутри GitHub Actions есть такое понятие, как job. Job – это единица исполнения чего-либо. И вот 40AnsCI предоставляет такие джобы для запуска линтера и Lisp Critica. Сделаю немного покрупнее, чтобы вам было видно лучше. Описание запуска линтера на GitHub Actions выглядит вот так. Мы говорим, что нам нужно запустить линтер, и запускать его надо на каждый пул реквест. В результате такой DSL разворачивается вот в такой длинный YAML файл. В нем говорится о том, что нужно использовать систему Ubuntu, дальше нужно сделать чекаут, настроить Command Lisp окружение, следом идет установка линтера и, собственно, запуск этого линтера. Примерно похожая штука делается и в случае с использованием Lisp Critica, только там устанавливается в раппер над Lisp Critica. А вот так выглядит описание CI в одной из моих библиотек. Тут сказано, что надо сделать запуск линтера и запускать его при пуше чего-либо в мастер, либо на пул реквестах. Кроме того, в этой библиотеке описано несколько ASD-систем, поэтому тут их я перечисляю явно. Если тут не указывать ASDF Systems, то будет использована та система, которая принадлежит файл с описанием CI-пайплайна. Кстати, заметьте, тут еще используется дополнительно флаг про то, что нужно проверять импорты. Примерно такую же секцию можно было бы сделать для запуска Lisp Critica. Пойдем посмотрим, как выглядят результаты запуска такого линтера в одном из пул реквестов. Вот я открыл один из последних пул реквестов этой библиотеки, и на вкладке Checks видно, что было несколько проверок. Одна из них проверка Linter. Если мы посмотрим на нее, то увидим, что запускался линтер, линтер было выполнено на несколько шагов, и линтер завершился успешно. Сегодня мы посмотрели на то, как автоматически проверять качество CommonLisp кода, и даже встраивать эти проверки в ваш CI-пайплайн. У вас же есть CI-пайплайн? Так, еще нет? Ну тогда бегом изучать документацию в FortiAnth CI. Ссылочку я оставил в описании внизу. Ну а на этом у меня все. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, колокольчики, шарьте ссылку на канал своим друзьям, которые пока не используют CommonLisp, и всячески их к этому склоняйте. Всем Лиспа в ваши сердца. Пока!